Всем привет, с вами Ренат и вы на канале Забу Горщики. Это второй сезон и за мной официально самый красивый вид второго сезона. В этом выпуске мы покажем интересный маршрут, откроем новое ущелье и побываем сразу на двух вершинах. Устраивайтесь поудобнее, будет интересно. Погнали! Зашли на нашу любимую заправку, по восточной обездной находится. Сейчас возьмем еду, потому что я с собой еду не брал, альдар с Джоном взяли. И поедем дальше. Едем на гонорожный курорт Акбулак. Приехали на высокогорный курорт Акбулак. Такое ощущение, что мы здесь совсем одни. Это вот Джон, наш с Эльдаром родственник, муж нашей родной сестры. Мы сегодня приехали в поход все вместе втроем. Пойдем в места, где еще не бывали. Сейчас мажемся кремом, перекидываем вещи и идем. Дорога, в принципе, сюда была отличной. Она новая, но последний участок просто разбит. Вот уже когда едешь по территории курорта. Яма на яме, вообще нет дороги. Тучи уже. Это разве тучи? Туалет здесь платный 100 тенге. В прошлый раз за 150 тенге, Джон, нашли туалет. Ренат, до скольки можно будет спуститься? Это вот, я вот 7 городов, до 5, я типа, и, короче, не поймешь, что позже спускают люди, то раньше. Их отпускают так 2 тысячи. Короче, непонятно. Да, в общем, вы у них спросите. Да, есть вероятность, что мы там останемся, потому что нам не сказали точно, до скольки можно нам спуститься. Она говорит, я сама не знаю, или до 4, или до 5 спускают. 3 тысячи тенге стоит подъем до самого верха. Получается, здесь 2 канатных дороги. И чтобы не покупать скипасы, мы взяли его в залог. Отдали 2 тысячи тенге. Потом, когда сдадим его, нам вернут. А до скольки можно спуститься? Проходи, проходи. Вон, здесь фуникуляр прям на Чембулаке. Ты не помнишь, что ли? Я забыл. Ну, в верхнем тоже кресель не будет, а здесь, да, ладончик. Так, высота 1700 метров над уровнем моря. Время 10.30. И мы начинаем поход. Первый раз видел, чтобы на кассе записывали людей, которые поднимаются. Там до нас 3 человека всего было записано. Поднялись на фуникуляре. Сейчас поедем на открытые канатные дороги. Людей нет. Все зеленое. Кстати, весь горнолыжный курорт наш сегодня. Вот куда нужно ходить в походы. Когда оказываешься в горах, когда уже на самом маршруте, понимаешь, что это все не зря, что это все кайф, было бы глупо остаться дома. Поэтому самое главное, это себя заставить выйти из дома. Потом будете просто наслаждаться. Смотрите, какой здесь лес. Сейчас самое такое время года, когда все еще зеленое, сочное, красивое. Мы сейчас поднимемся на высоту где-то 2500 метров. И оттуда начнем поход. Больше всего мне нравятся походы, когда проходишь через лес. Но вот уже последние наши несколько выпусков мы проезжаем границу зоны леса на канатной дороге. В прошлый раз ходили на пик Комсомола. Посмотрите, кстати, этот выпуск, если не смотрели еще. И в этот раз мы тоже на канатной дороге проезжаем вот этот красивый лес. Сегодня Руслан с нами не поехал. По семейным обстоятельствам у него не получилось. Ну а мы давно с Эльдаром, с Джоном планировали пойти в поход вместе. Кто-то немного поел кресло. Что это такое? Шикарные места, дикие, красивые, прохладные. Там такие елки, зеленые луга. Я просто еду и наслаждаюсь. Птицы вон кричат. Вот это все, это Иван-чай. Копчагай видно, Эльдар говорит. Так, а, вон он точно. Вон там вот, Копчагай. Это водохранилище рядом с Алматой. У меня здесь на посадки не будет, в кресло не садитесь. А то зависнете. Да? Почему? Ну, 4. Потому что я уже могу спускаться. А, если мы опоздаем? В смысле? Хорошо. 4.15, он же здесь на спуск. 4.15, все понятно. Наконец-то вам сказали, какого времени надо спуститься. О, вот эта вот гора, Исык-Баш называется. Мощно. Смотрите, какая высота. 900 метров набрали. За полчаса мы добрались до высоты 2 550 метров. Исык-Баш. Исык, получается, там мы увидим озеро, скорее всего. Сразу же начинается очень крутой подъем в горку. Сейчас по этому подъему выйдем до гребня. И пойдем уже по гребне до горы Рахат. У него высота где-то 3080-3100 метров, напишу точно. Джону с палками нормально. Почти на гребень вышли. Вот. Вообще. За полчаса почти километр набрали. Как? Исык-Баш называется? Исык-Баш. Пытаемся разобраться в горах. Вот это очень сильно похоже на пик молодежный. Но как-то слишком близко от нас он. Если это молодежка, то что вот это вот справа за гора? Нет, это не молодежка. Талмата за вон тем холмом. Да, это слишком близко. Это не молодежка. Левый толгар за вот этой горой, кажется. Да. Справа толгар. Значит, справа толгар. Смог какой-то жуткий. Вышли на гребень. Идем вот сюда. Сейчас. А куда он носок? Не видно, да? За холмом. Что видно? Копчега. Весь Копчега видно целиком. Начинается там. Заканчивается тут. Швейцарские виды. Вообще непривычные горы. Ну, швелей не хватает. Вышли на самый гребень. Тут легко идти стало. Нужно отдышаться. Потом будет... Ух, какой затяжной подъем. Нереально красиво. Хорошо, что сюда приехали. Нам сотрудник курорта сказал, что до горы Рахат подниматься где-то 2,5 часа. Вот и кидание. За 2 часа доберемся. Сейчас увидели подъем. Сомнения появились. Нам вот сюда. Бабушки не стыли, да? Кто? Бабушки. Бабочки. Бабушки. 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 О, здесь можно кувырки считать. Мы собирали там синий был. А этот, смотри, какой красный. Или это... Пахнет? Ну, он в очках ярко красный. О, как пахнет приятно. По-другому, да? И он, видишь, какой низкий совсем. Он даже мятый. Нет, не мятый. Лемонграссом пахнет. Ну, смотри, он без очков. Он такой какой-то... Как дышится цветом. А в очках у меня прям такой розово-красный. Разновидность. Чабрецак. Что за горами? Ну, Киргизия, Иссык-Куль. Потом опять горы. И потом... Чайна. Точно? Нет, нет. Точно. Будем? Китай. 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 Туда, Китай. Туда, Китай. Китай, Китай. Туда, тоже Китай. Это... Памья. Сперва Киргизия, потом Китай. Киргизия, потом Памья. Жан, вообще, отчаянный спортсмен. Он на велосипеде проехал от Гонконга до Киргизстана. До Ож. По-моему, даже он потом в Алмату заезжал или через Алмату ехал. Так что он путешественник. Спортсмен, бегун. По горам бегает. В Швейцарии. О, здесь сокол летает. Парит. Альдар, мой брат, ходячая энциклопедия, знает все обо всем. Любой предмет, география, страны, даже какие-то углубленные темы, все знает. Любуюсь природой. Посмотрел под ноги и увидел огромные дальвейцы. Эльдар, смотри, какие дальвейцы тут. Огромные. Как выглядят дальвейцы? Это высокогорные цветы, которые растут только на определенной высоте. Выглядят они вот так. Мы создали свою страничку на Патреоне. Это сайт, на котором вы можете нас финансово поддержать. Если бы какой-нибудь процент от наших подписчиков поддерживал бы нас финансово, то это бы покрывало нам затраты на канал. То, что нам платит YouTube с рекламой, этого далеко недостаточно. Мы тратим на наши походы гораздо больше. Поэтому, если у вас есть такая возможность, то поддержите нас финансово. Мы за это будем благодарны. Будем снимать для вас новые выпуски как можно чаще. Ссылка на нашу страницу на Патреоне будет в описании. Все, начинается адский подъем. Где-то там река. Может и водопад. Встречаются вот такие вот тропы. Мы уже как в космосе. Осталось чуть-чуть. Здесь такая едва заметная тропа. Потому что место не очень популярное. Мало людей сюда ходят. Скорее всего, она еще разлетляется. Ну, это классно. Сейчас мы немного надеяли места. Идет очень много туристов. Где музыка, где мусор. Наконец-то видно сюда реку. Река. Вот это вот солдатское ущелье. Акбулак. Это олимпийская деревня Акбулак. Которую строили к Азиаде. У нас азиатские игры проходили зимние. Специально для этого построили деревню. Не, я наберю. Ласт Тайгер был востребован в 1948 году. Дар говорит, что у нас здесь водились тигры. И здесь тигры были. Последнего убили в 1948 году. Или в Прибалхаши, в Камышевых этих зарослях. Камышевых. Ну и вообще здесь, то есть, есть даже записи исторические. Около Талгара по ночам рычали тигры. Вот, когда еще был город верный. То есть, это было еще даже до советской власти. Даже вот здесь, вот в этих краях водились тигры. Туранские тигры. И, насколько я знаю, планируют их опять заселить. Ничего себе. Вот в этот Прибалхашский заповедник. То есть, по-моему, даже в следующие два года. Блин, как это круто будет. Больше половины прошли. Где-то 200 метров по высоте осталось до пика Рахат. Эльдар такой, что овод цапнул в ногу. Огромный, да, овод был. Амину в Боровом. Это на севере Казахстана, на курорте. Летом укусил овод. Так у нее шишка или полгода, или три месяца была на этом месте. Все, идем зигзагом. Подъем стал очень крутым. Прям там, истоки реки. Вот, где ледник. А вон видно реку. А там чуть ниже, судя по звуку, водопад. Здесь вот мы вообще не были ни разу. Здесь не были. Вон там какое-то ущелье дикое. Хочется везде побывать. Хочется все посмотреть здесь. Ну и мы поставили себе цель снимать только каждый раз новые места. Не ходить по одному и тому же маршруту. Во-первых, нам самим так интересно. Я думаю, вам тоже так будет интереснее. Пока я стоял и болтал, Эльдар с Джоном залезли на ложную вершину. Тут можно столько кругосветок сделать. Вот, например, смотрите, какой путь красивый. Прямо по гребню вот так. Ой, крутые. На Кумбеле сделали хорошую тропу. Где-то ступеньки есть из дерева. Удобные, где надо. Беседки небольшие. Указатели стоят. Так, ощущение, что мы на вершине. Но. Но, 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 но. Но это не должна быть вершина. Или это вершина? Ну, по-моему, да. Все-таки все это еще. Ну, вот. Вот это вершина уже. Все. Быстро, Джон? Да. О, вон Исыкское озеро. Как его видно, классно. Я думал, почему-то выше. 2980. Это меня неправильно показывает. Выше Исыкского озера. Начинается. Исыкский, вроде заповедник, или Толгарский. Это не просто нацпарк. А туда нужно получать специальное разрешение, которое выдается в Толгаре, в городе. И без него вас там, если остановят, и геля вас оштрафуют. Поэтому выше Исыкского озера. Без разрешения подниматься нельзя. Имейте в виду. Если так же вы будете идти, допустим, в кругосветку, и спуститесь к Исыкскому озеру, то вас тоже, если встретят, накажут. Не важно, с какой стороны вы идете, вам нужно иметь разрешение. А где-то над нами летит самолет. Это ложная вершина. Основная вершина на метров 5-10, чуть выше. Кстати, вот она. Да. Вообще, это весь. Они же не в красной книге. Поэтому, если вдруг вы не можете их обойти, и случайно наступаете, то я думаю, в этом нет ничего плохого. Но мы стараемся их обходить, вот как этих малышей. Вот они повсюду здесь просто. Растут не кучкой, а вот так вот по одному. Затянуло. А озеро еще на солнце подсвечивается. Вон оно. Да, тут семейство живет. На самой вершине. Мы стоим на вершине Рахат. Высота 3080-1100 метров. Вот эта гора называется Емщек. С казахского языка переводится как грудь. Ее еще называют Кызъемщек. Женская грудь. Мы хотели туда подняться, но по времени мы не успеем. Забудьте все, что я только что сказал. Мы идем дальше. Вот это вот нереально неприступная гора. Называется Исыкбаш. Исыкская голова. Наверное, главное гора здесь. А за ней, точнее с нее, если подняться, будет видно пик Талгар с другой стороны. Мы на дроне покажем. Я думаю, вы уже, если ничего не увидели, то сейчас увидите эти кадры. Внизу вот это вот, это Исыкское ущелье. Озеро Исык подсвечивается. Мы еще там не снимали, не ходили. Это еще предстоит нам записать. Все, что выше, это Исыкское ущелье, заповедник. Я уже рассказывал про это. На пик Талгар многие восхождения стартуют именно вот с озера Исык. Поднимаются. Там еще одно озеро выше. Околь, кажется. И оттуда уже поднимаются на пик Талгар. Тоже туда сходим как-нибудь. Здесь дикие. Дикие, дикие места. Ну, тут сырок какой-то, суслик живет. Выбираем место, где нам пообедать. С видом на Исыкское озеро или с видом на вот эту вот долину. Или вообще с видом на горы. Или на все сразу. Нет, пошли туда. Вон туда. Да, вон там классное местечко. Полянка. Классно. Пойдем? Пойдем. Серьезно? Да. Ну, пойдемте. Геннад говорит, давайте вон туда поднимемся. Время не есть еще? Вот сюда. Чуть-чуть. Перево. Да. А если перево можно смотреть? На ту сторону. Ну, если туч не будет, да. Пошли туда покушаем. Вон, видите полянка. Пойдемте. Редактор субтитров А.Семкин. У нас есть где-то 2 часа. Через 2 часа нам нужно начать спуск. Чтобы не торопясь за 2 часа спуститься до канатной дороги. До закрытия. Я теперь понял, что да. Нам нужно каждый раз ходить в новые места. А не ходить по одним и тем же популярным ущельям. Открывать новые. Кстати, мы помним, что мы с Русланом должны вам поход на пик Кызыл-Жар. Это маршрут, который выбрал Руслан. Просто ткнув пальцем по карте. Вы нам частенько напоминаете об этом. Да, мы все помним. Обязательно туда сходим. На август у нас назначены мега-походы. И мы куда-нибудь между ними попытаемся втиснуть в поход на Кызыл-Жар. Это гора. Куда еще нужно понять, как добираться. Как к ней подъехать. На пике этой горы находится крест, который установили монахи. В общем, это такая длинная история. Мы туда сходим, покажем все это. Должен быть интересный поход. То, что я ниже говорил, что мне нравится ходить больше через лес. Я был не прав. Мне по альпийским лугам тоже нравится ходить. Не меньше. Мы задаем тренд нет мусору. Мы не оставляем за собой мусор. Если есть тропа, то мы идем строго по тропе. Мы не портим природу. Мы не гоняем животных. Я уверен, что все наши подписчики тоже забирают за собой весь мусор. Но встречаются такие люди, которые ходят в горы и мусорят. Таких людей мы не уважаем, называемых редисками. Если вы таких людей знаете, пожалуйста, напоминайте им, что нужно забирать за собой все, что вы взяли с собой в горы. И уважайте других людей. Не слушайте громко музыку. Вообще в горах нужно отдыхать. Если вы идете в горы и хотите послушать музыку, берите с собой наушники и слушайте музыку в наушниках. Уважайте других, уважайте природу. И все будет классно. Если вам нравится наш контент и вы хотите поддержать наш канал, тогда оставляйте комментарии и делитесь ссылкой со своими друзьями. Такая болотистая местность. Идешь, ноги проваливаются. Дорогие, как в Исландии или в Шотландии. По-английски как? Я не знаю, но так же, наверное. Борьба за огонь? Да, борьба за огонь. Fight for a fire. У меня в детстве была одна из самых любимых книжек. Я даже не слышал такое. Ну, интересно. Как раз весь фильм. Я недавно фильм смотрел. Он тоже стадо, еще 80-х годов. Классно тоже снят. То есть, там минимум слов. Ну, люди такие еще говорить не умели. Просто для меня он классный, потому что я говорю. У меня в детстве одна из любимых книг была. И вот там примерно такая местность. То есть, горы, конечно, не такие высокие. Но вот именно, вот, ног. А снимали его где-то в Исландии. Поэтому я и говорю, что похож. Друзья, напишите, пожалуйста, в комментариях, как часто вы бы хотели смотреть наши новые выпуски. Раз в неделю, два раза в неделю. Напишите нам это важно и интересно. Дарь говорит, это горный маки. Ну да, и вот эти бутончики, как маки настоящие. Желтые. Цветок. Не знаю, кто разбирается в цветах. Напишите. Ну да, похоже на маки. Почему они в горах растут? Хотели пообедать вон там. Что-то увлеклись уже выше горы Рахат поднялись. Когда уже будем кушать? Да. Крав? Как положено. А что, никто не знает, просто идем все дальше. Так, как обычно все. Удивительная гора. На ней растут грибы. Бегают почки. Кузнечики прыгают. Вот, пожалуйста, грибы. Высота выше 3000 метров. Тут уже трава заканчивает расти. И лес остался где-то на 2700-2500. Блин, ну как здесь круто, конечно. Ну как будто в космосе. Смотрите, какая пропасть. Ну какой здесь крутой перепад высот. Канатная дорога. За вот этой вот горкой. Внизу вон где-то дорога. Это как мы высоко поднялись. Все, кушаем здесь. Вот гора Римщек. Совсем чуть осталось. Это Иссыкбаш. Не фастик, да? Ну, можно по переламу вылезти. А, Джон, стапать. О, точно легкий. Как будто Костя. Вот, пластик. Какая-нибудь. Или еще поднимемся. Вот сюда вот. У нас дилемма. Ну, давай. Только камеру включил. Хотел сказать, что все, хотим остановиться здесь кушать, но нет. Уж больно легко идется. И время пока позволяет. Высота почти 3200. Новые места. Очень красиво. Кайф. Погода супер. Уже на уровне этих облаков. Может, даже чуть выше их. Все, мы окончательно перешли тот момент, когда мы должны были остановиться и кушать. Вот она вершина уже. Мы решили подняться на нее. Чего бы нам это ни стоило. Идем на гору Йемщек. Уу! Начинается экстрим. Все, как мы любим. Техническая часть сегодняшнего подъема. Давай, я за тобой. Вау! Чуть не улетел. Камень чистый здесь. Смотрите, какие ржавые камни. Их большое содержание железа. Там уперлись в скалу вертикально. Решили обойти справа ее. Сейчас ровно. Ну, я думаю, мы успеем. Если ты шикарный татый. Час назад это говорили. Песадки, да? Не, надо залезть. Вот вершина, может, за ней вершина. Ну, давай, пошли. Давайте говорить. Вот, мы подсекли тропу. Надо было правее этой скалы идти. Вот она, хорошая тропа. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры сделал DimaTorzok Вау, вот это обрыв Окей, все, да? Все А вон там перевал, едно с другой стороны Со стороны Сырского ущелья поднимаются тучи С этой стороны нас тоже начинают затягивать Сыгбаш Зато сейчас открыт Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДимаTorzok 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 Какое-то место неприятное Досит лавины Дальше уже можно бежать Джон решил полежать Джон, осторожно, там очень скользко, смотри Холодно стало Ветер когда дует, вообще холодно Это разве тучи? Дождя не будет Будет камнепад Который вон там сейчас идет И град И может еще гроза Почему ты продолжаешь вернуться в горы? Как можно не знать? На северный вон там Спросил у Джона Почему ты возвращаешься в горы каждый раз? Он говорит Как можно этого не делать? Хороший ответ Вот так вот Мы не будем залазить на Арахат снова Мы обойдем его вот так Чтобы сократить немного путь Ууу, нас затягивает У нас есть два часа Чтобы спуститься вон туда Просто стоим и не можем налюбоваться Вот этими вот камнями Они темнее, чем остальные Дар предположил, что это железо может быть Но это не точно Кто знает, напишите в комментариях, что это А не такого фиолетового цвета камня Остальные все белые Сильно затягивает Мы спустились оттуда Вот Емщек гора Ищем, как нам правильно пойти Вдоль склона Чтоб снова на Арахат не подниматься Хотя можно на него подняться Он небольшой Да нет, дождя не будет Это разве тучи Здесь просто такие альпийские луга С цветами Много-много цветков Среди них и дельвейси Насекомых много Бабочки Пчелы Красота Космос Просто посмотрите, какие масштабы Это просто космос Блин, какой же красивый поход Посмотрите, какое ущелье Совершенно нет людей Здесь мало людей из-за его недоступности Сюда нужно ехать на машине Потом подниматься на канатке Если не хотите терять полдня на подъем пешком Но зато какая награда Посмотрите, как здесь красиво Там над перевалом быстро-быстро текут облака Исыкбаш, красавец, затянут тучами плотно уже Время от времени там гром гремит Там видно поселки, толгар Как будто с самолета вид Смотрите, как высоко Нереально, классный маршрут Однозначно всем рекомендую Но не для первого раза Как Ру сказал бы Обошли гору Рахат Вдоль крутого склона Тем самым, сохранив немного время GPS-трек будет на нашем сайте забугорчики.com Все, сложные участки прошли Надо сказать, почему мы торопимся Какова цена вопроса Если мы успеваем до закрытия канатки Тогда канатка это наш финиш Мы просто на нее сели И спустились спокойно к машине Если же канатка закроется Раньше, чем мы спустимся Тогда нам придется Один километр по высоте Пешочком проходить А это еще где-то Часа два, два с половиной Наверное, минимум Поэтому мы топим У нас осталось Час пятнадцать До закрытия И где-то Метров Триста Триста пятьдесят В высоте Все, надо бежать Смотрите, какую красоту обнаружили Муравейник Живой Это тропа, да? Да, уходит О, как вот эти цветы Пахнут вкусно Свернул куда-то не туда Сейчас иду через лес Мне кажется, я специально сюда свернул Чтоб через лес пойти обратно Мне так нравится по лесу гулять Не хватает этого Город Маленькая Готовую, по-моему, эту дубоножку А, да? Все разделены С большим клювом Классные Они также Пещали Ильдар всех птиц находится Всегда Знает, как они называются Все, мы спустились Как, Джон, маршрут? Ну, как? А, хорошо Как, Ильдар? Красиво Интересно, да? Новая штука Очень мало людей Устал? Самое сложное было Не уронить Гоупрошу Который у меня на аренат В самом начале Ты думаешь, зачем я Руслана беру в походы? И один раз я ее уронил Без последствий Кто спрашивал, вот здесь вот туалет спрятан Можно сохраниться Находится рядом с верхней канаткой Это тот экстремальный спуск Про который я говорил в самом начале Где на лыжах и на сноубордах спускаются Смотрите Не, ну здесь очень-очень-очень круто Не знаю, передает камера это или нет Нет деревьев, ничего Представьте себе, здесь снег Местами может лед Если покатишься А тут, скорее всего, покатишься То остановишься, то вон там Вот в тех деревьях Первый раз, когда я здесь поехал Некоторые участки проходил пешком И было так страшно вообще А меня внизу ждали Эльдар с женой, с Галей И они так долго ждали Что у Эльдара уши начали отмерзать Я рассказываю, как я туда спускался С черной трассы Это их погрызли животные? Птицы Птицы Так, булак Надо будет сюда зимой приехать Обязательно Друзья, спасибо большое за просмотр Оставляйте комментарии Делитесь ссылкой со своими друзьями Ставьте лайки Ну и до следующего выпуска Всем пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok